Сегодня в программе. Артериальная гипертония – не только самостоятельное заболевание, но и один из основных факторов риска ишемической болезни сердца. О том, как развивается артериальная гипертензия и каковы её признаки, расскажет профессор Оксана Драбкина. Лишний вес – следствие неправильного образа жизни. У врачей тибетской медицины есть об этом своё представление и свои секреты. О них нам поведал Владислав Лян, один из специалистов тибетского врачевания. Сегодня с нами снова профессор Оксана Драбкина. Мы побывали у неё на приёме и попытались разобраться в том, что же это такое гипертония, как уберечь себя от этого недуга. Мы сегодня встретились для того, чтобы поговорить об артериальной гипертонии. Это враг очень многих пациентов, и это состояние, которое доставляет массу неприятностей нам, врачам, поскольку пока ещё нет такой чудодейственной пилюли, которая бы всех избавила от повышенного артериального давления. Но прежде чем говорить о том, что такое артериальная гипертензия, чем она страшна, чем она опасна, я бы хотела уделить внимание вопросу, как развивается артериальная гипертензия. Вы поймёте, что это вопрос непраздный, поскольку практически каждый, кто нас сегодня видит, возможно, имеет повышенные цифры артериального давления. И для того, чтобы показать, как на практике мы определяем пациентов с артериальной гипертензией, как мы оцениваем их риск и каким образом мы проводим лечебные мероприятия, мы сегодня посмотрим и пообщаемся с одной из наших пациенток, которая находится на лечении в клинике кардиологии Московской медицинской академии, с Валентиной Николаевной Калининой. Валентин Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вас ко мне привело, что вас беспокоит, что мешает жить? Мешают жить сильные головные боли, и боли эти сильные головные сопровождаются рвутой, и просто потери сознания нет, но вот совершенно не подняться ни руки, ни ноги ничего не могла поднять. Месяц назад у меня буквально вот на даче схватил такой приступ. Это было неожиданно, да, без всяких каких-то причин? Без всяких причин, вообще даже ничего не было. Было прекрасное настроение, было всё хорошо с вечера. А в 5 утра я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, ни головой, ничем. Ну, от соседок слышала вот так вот, лечилась плохо. Просто совершенно никогда, практически не уделяла своему здоровью внимания. Но слышала, что давление такие даёт. Валентин Николаевна, ну как, вы же общались, наверное, с врачами. Никогда вам не мерили давление? Вы знаете, я общалась с врачами, но как-то много-много лет я всё время была пониженной давлением. То есть вы гипотоник в прошлом? Да, да. И то, что перешла на гипертонию, я просто узнала в последние годы. Но не придала опять серьёзного значения. Последние годы это сколько приблизительно по времени? Да лет, наверное, уже 15. Но никогда это самое не придавало серьёзного значения. Думала как гипертония, так и гипертония. А вот уже в последний раз я очень серьёзно задумывалась, потому что я совершенно не могла подняться. Мне тошнило бесконечно много раз. Глаза выворачивалось, если такое есть выражение, наружу. Не могла не открыть. Даже за глазами что-то болело. Даже не могла понять, что у меня болит. Ну, пришлось вызвать скорую помощь. Скорая помощь приехала, конечно, увезла меня в больницу. Каким-то образом вам снизили артериальное давление. Валентина Николаевна, знаете, я хочу задать несколько таких наводящих вопросов вам. То есть получается, что где-то до этого года, максимум до прошлого, вы себя чувствовали здоровым человеком. Вы вели активный образ жизни, работали. В общем-то всё так было по плану, да, всё шло. И если бы не этот звоночек, который на даче случился, вы бы к врачу не пошли. Нет, конечно. Не пошли, несмотря на то, что в течение 15 лет давление всё-таки у вас уже повышается. Нет, я бы, конечно, к врачу не пошла, потому что, понимаете, сколько дел дома. И тем более лето. Потом соседка мне дала КПТН. И когда у меня начинала сильно болеть голова... А соседка тоже у вас гипертоник, да? Да. Скажите, Валентина Николаевна, честно, больше информации о своём заболевании вы получили от соседей, чем от врачей? Да, от соседей, от друзей, от соседей. То есть вы как-то советовались, да, вот сосед сказал, и у меня то же самое. Да, да. Эта тенденция очень опасная, поскольку человек в своём заболевании, он остаётся беспомощным. Очень много информации недобросовестной сейчас, и на экранах телевизоров, и, надо сказать, иногда и в кабинете врача. Нет такой чудодейственной пилюли, которая могла бы всем помочь и снизить артериальное давление. Соответственно, подбор антигипертензивной терапии, он должен быть очень индивидуальным. И, безусловно, вот наша пациентка с давлением 185 на 100 миллиметров ртутного столба должна была уже в то время получать какую-то терапию постоянную. Плюс это всё должно было сочетаться с модификацией образа жизни. Поэтому сейчас мы попытаемся выяснить вопросы образа жизни вашего, Валентина Николаевна. Скажите, пожалуйста, ну, вредных привычек у вас нет? Нет. Никогда не курили? Нет. Никогда алкоголем не злоупотребляли? Нет, не злоупотребляли. Как с весом? Вот как нарастал вес у вас? Или вы всегда были в одной весовой категории? У меня с 96-го года, и вот до 2006-го года было 12 операций. И вот после этих операций я очень-очень поправилась. В 96-м году я была 46-й, так примерно, ну, 48-й от всего размера. То есть где-то за 10 лет, в принципе, вы набрали приблизительно сколько? Приблизительно набрала килограмм, наверное, 30. 30 килограмм? Меньше, да. Наследственность у вас отягощена? Мамы, папы? Нет, нет, наследственность никакой такой нет. С гипертонией никто не страдал. Скажите, когда-нибудь уровень сахара, глюкозы повышался у вас в крови? Вы вообще любитель сладкого? Нет. Не любительница? Ну, я не любитель и колбасы, и рыбы, и жирных. А солёное, конечно, люблю. Люблю огурчик покушать, солёный помидорчик, и рыбки кусочек солёный, но не жирный. Ну, Валентина Николаевна, надо сказать, да, что в соли содержится натрий. Натрий как бы притягивает на себя воду, и в итоге получается увеличенный объём циркулирующей крови. И гипертонику это совсем ни к чему. Соответственно, у гипертоника давление ещё больше повышается. Значит, наследственность не отягощена, не курит, не пьёт. Немножко повысился у вас индекс массы тела. Получается масса тела, и есть такая небольшая тяга, в общем-то, к солёной еде, к солёной пище. Факторов риска у этой пациентки, в принципе, немного. Тем не менее, налицо артериальная гипертония. И вот этот вот эпизод на даче, который описывает пациентка, это эпизод с церебральной симптоматикой. Была тошнота, даже рвота. Несколько раз. Была головная боль, головокружение. Чем это опасно? Опасно это всё развитием мозговой катастрофы, инсульта. Что такое больные с инсультом? Это больные, которые, естественно, нуждаются в постоянной заботе кого-то. Это больные, которые потом полностью социально дезадаптированы. Естественно, они утрачивают дееспособность. Валентина Николаевна, вот про артериальную гипертензию вы где-то слышали, в основном от соседей. А про последствия этого заболевания слышали вы где-нибудь? Нет, только в клинике сейчас услышала. Про это, какое последствие, и даже страшно стало. Вот это тоже очень важно, поскольку, конечно же, последствия артериальной гипертензии, они, как вы правильно сказали, страшны. И вот я уже упомянула о мозговой катастрофе. Эта катастрофа может произойти и в сердце, и тогда пациент поступает к нам с острым инфарктом миокарда. Это может быть сердечная недостаточность, когда, например, пациент задыхается, у него отёки на ногах. И главное во всём этом континууме, во всём этом продолжении, то, что мы можем помочь пациенту на самых ранних этапах и не довести его до всех данных катастроф. С нашей пациенткой, безусловно, мы начнём заниматься. Мы промониторируем уровень артериального давления в течение суток, проанализируем все её анализы, в том числе и уровень холестерина, поскольку артериальная гипертензия и атеросклероз – это зачастую две подружки. И наметим комплексную терапию, которой она будет придерживаться не только для того, чтобы улучшить своё самочувствие, но и для того, чтобы защитить органы мишени от неблагоприятного влияния артериального давления. Таким образом, дорогие друзья, надо знать, какой уровень артериального давления является как бы здоровым. Этот уровень артериального давления не должен превышать 140 и 90 мм ртутного столба. А если, не дай бог, кто-то, кто сидит и смотрит нас, перенёс уже инфаркт миокарда или инсульт, или у этого пациента есть сахарный диабет, то уровень артериального давления должен быть ещё ниже. И составлять 130 и 90 мм ртутного столба. Гипертонику необходимо измерять артериальное давление дважды в день, утром и вечером. И убедительно вам советую записывать эти значения, а не просто их запоминать. И рядом в графе отмечать частоту сердечных сокращений, которые также можно зачастую исследовать при измерении артериального давления. Необходимо понимать, что к артериальной гипертензии и к её осложнениям человек идёт долго. И в начале этой дороги стоят факторы риска. Поэтому посмотрите, каков объём вашей талии. И если у женщин он превышает 80 см, а у мужчин 94 см, то это фактор риска ожирения, так называемого абдоминального или центрального ожирения. Второй фактор риска – это большая тяга к сладкому. Сходите к врачу в поликлинику. Сейчас это очень доступный метод. И определите, каков уровень глюкозы натощак. Этот уровень не должен превышать 120 мг на децилитр. Следующий – уровень холестерина. Общий холестерин должен составлять 5 мм на литр и ниже. Это тоже метод доступный, и вы все сможете исследовать свой уровень холестерина и, соответственно, следить за тем, как он изменяется. И, наконец, отношение к стрессам. Ну, сказать вам не нервничайте, это всё равно, что ничего не сказать. Но можно изменить отношение к тем стрессовым ситуациям, которые, безусловно, будут встречаться на нашем пути. Желаю вам здоровья, берегите себя. В нашей следующей программе профессор Оксана Драбкина расскажет и покажет, как правильно измерять артериальное давление. Какие проблемы вас привели к нашу клинику? Я бы хотела избавиться от лишнего веса. В последнее время набрала лишний килограмм, и сейчас весна, хотелось бы сбросить. Прекрасно. А за какой период вы набрали вес? Как вы считаете? Ну, вот пока была зима, соответственно. У нас есть программа «Худеем правильно». Состоит программа из глубокого энергетического массажа, вакуумного массажа, иглоукалывания и фитопрепаратов. Этот массаж, он усиливает энергетику в вашей спине и воздействует на биологически активные точки, посредством которых вы избавляетесь со временем, но не сразу, от избыточного веса. Если будет больно, вы сразу говорите, хорошо, Ирина Николаевна? Наш массаж отличается от обычных массажей тем, что здесь нет, так сказать, именно движений, которые проводятся в общих массажах. Это такие как поглаживание, похлопывание. У нас больше идет именно давление пальцевое, или же помощь всей ладони. И когда делаем массаж, или сверху вниз вначале, потом снизу вверх, то мы именно улучшаем энергетику, усиливаем выход шваков из организма. Массаж длится около 30 минут. Ну, посредством того, что я разминаю вот эти вот точки возле позвоночника, так называемое расстояние здесь по китайской терминологии называется два цуня, или полтора-два цуня. Один цунь – это расстояние у каждого человека индивидуально. Провожу как бы умственно линии, мысленно, и по этим вот местам усиливаю давление. Чувствуете, что тепло идет по спине, да? Да, по спине. Конечно. Вот идет линия вдоль позвоночника. Конечно же, сразу же мы видим, есть ли у человека сколиоз, или какое-нибудь искривление, или какие-нибудь проблемы. Потому что если имеется болезнь с какой-то точки, то мы сразу же можем определить, какой орган, отвечающий за эту точку, у человека, может быть, страдает. Хочу сказать, что в биологически активной точке находятся не только вдоль позвоночника, и не только даже на спине, они находятся по всему организму. И во время массажа мы также массируем руки, ноги, массируем голову. И опытный врач, он уже сразу знает, если где-то болевая чувствительность, то какой орган, возможно, у вас находится в некотором измененном состоянии. Не скажу сразу, что он болеет или что-то серьезное. Просто нужно уделить внимание этим органам. Итак, как ваше самочувствие, Ольга Николаевна? Ну, настроение повышается. Настроение повышается, хорошо. Тепло идет вдоль всего позвоночника, по спине. Я сейчас заканчиваю энергетически точный массаж, и мы постепенно переходим к вакуумному массажу. Этот массаж еще называют антицеллюлитный массаж. С помощью него мы как бы усиливаем кровообращение в подкожно-жировой клетчатке и способствуем тем самым разбиванию жировой ткани и выведению, скорее всего, ее из организма. Какие ощущения ваши? Пока приятные. Непередаваемые, да? Ага, 9 таких занятий и уже, видишь, и вы уже сбросили несколько килограммчиков. Один такой массаж заменяет 2 часа упражнений в тренажерном зале. Расход энергии идет не меньше. То есть еще и воздействие на энергетические точки, которые, знает доктор, хорошо влияет. Так, здесь тоже биологически активные точки. По поверхности ног. И мы на счету массажа раздробляем жировую плечатку, находящуюся под кожей. Усиливаем кровообращение и происходит выведение жировой ткани из организма. Очень хороший массаж это. Надо потерпеть немножечко. Массаж могут сделать. Могут сделать вам ваши родные, близкие, знакомые, друзья. То есть, если у вас есть свободное время, вы можете спокойно попросить кого-нибудь, чтобы, как говорится, помассировали вам ножки. Вы можете подружкам своим. Конечно, но единственное нужно знать болевые места, чтобы там, где больно, много не массировали. И, так называемые, опасные места. Нельзя массировать на внутренней поверхности колена, под коленкой, с осторожностью массировать. Я массирую икроножную мышцу и отдельно бедро. А вот подколенную часть я редко, когда провожу вот так. Также внутренняя поверхность бедра, там очень нежная кожа. И с осторожностью массируем область живота с помощью этой баночки. Кстати, ноги можно и спереди, и сзади массировать. Не больно сейчас? Нет. Уже приятно, да? Да. Идет тепло. Ага, хорошо. Как ваше самочувствие? Нормально? Да. Если у нас вообще... Ага. А сейчас мы... Я сейчас приступаю к последнему, к последней процедуре сегодняшнего нашего сеанса. Я буду ставить вам иголки в ушную раковину так называемую аурикулотерапию. Наше ухо, оно имеет очень много рефлексогенных зон в принципе и раздел аурикулотерапии он как бы предусматривает то, что иглоукалния и затрагиваем весь организм. Весь организм он расположен как бы на ушную раковину. И с помощью иглоукалния мы активизируем точки, которые отвечают за состояние вашего организма. В данном случае за, как вы называете, лишний вес. Чтобы убрать лишний вес, я должен активизировать точку насыщения, которая находится в ушной раковине, точку желудка, точку тонкого толстого кишечника, точку печени. То есть отвечающие за пищеварение. А также симпатический нервный ствол. Ну, это уже, конечно, зависит от того, какое ваше состояние. И также есть точка успокоения, чтобы нервная система у вас не слишком подвергалась стрессам. Поворачивайтесь ко мне правым ушком. Мы используем специальные иголочки, которые, они представляют собой кнопки на лейкопластыре, которые я прикрепляю к ушной раковине. И вы с ними можете потом ходить, не обращать внимания, голову мыть, как обычно, иголки могут упасть. Если что, я просто посмотрю в следующий раз, подкорректирую их состояние. Если же заболят, то вы сразу же мне говорите, что они вот у меня болят при любом прикосновении. Трогать их не обязательно. Если захотите, можете вечером немножечко помассировать эти места, где я поставлю иголки. Сейчас я поставлю сюда. Так. 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 Не больно? Нет. Не больно? Нет. Так слегка. Покалывает, да? Да. И центр нервной системы. За один раз мы ставим от 5 до 10 иголок. Я поставил 5 поначалу. Посмотрите, если будет беспокоить, сразу же приходите. покажите, что беспокоит, я посмотрю уже. Ольга Николаевна, теперь я дам вам несколько рекомендаций. Значит, на избыточный вес, на увеличение веса влияет в принципе вся наша жизнь. Образ жизни, характер питания, ваше самочувствие, настроение, характер вашей работы или учебы. Конечно, я рекомендую вам побольше быть на улице, поменьше сидячий образ жизни. Из питания рекомендую, конечно, но здесь вот рекомендации обычные. Это помимо того, что поменьше сладкого и мучного, у нас еще есть свои рекомендации. Мы просим пациентов не только изменить характер пищи по вкусовым качествам, но также изменить характер пищи по термическим, тепловым качествам. Мы предлагаем пациентам больше принимать теплую пищу в теплом или в горячем виде, то есть холодного поменьше. Холодная пища, как считается по тибетским канонам, она скапливает энергию вокруг себя и не дает жира выйти из организма, то есть она требует к себе энергетики. А горячая пища, пища в горячем изготовлении, она наоборот требует от организма расход, и она лучше используется при расходовании энергии, для того, чтобы жиры и лишние шлаки из организма выходили. Поэтому старайтесь даже салаты, если вы приготовляете, чтобы они были выше, чем комнатная температура. С кофе вообще разговор особый, потому что он как бы влияет и на жировой обмен, и на углеводный обмен. Можно сказать, что в небольших количествах он не влияет никак, но так как он способствует тому, что имеет, оказывает воздействие на вашу нервную систему, то может измениться состояние вашего сна и бодрствования. А когда вы меньше спите или у вас идет напряженная работа, вы пьете кофе специально, но тем самым кофе немножко возбуждает аппетит. И причем самый неподходящий момент. А это вы уже не контролируете себя и можете получить лишние калории для организма, а после этого вы уже приходите и жалуетесь к врачам, что вот у вас избыточный вес. Конечно, к молочным продуктам также у нас отношение не такое, как в общепринятой медицине. Молочные продукты в тибетской медицине не рекомендуется так часто для приема, как в обычных. То есть и молоко, и сметана, и творог, они все равно содержат вещества, которые способствуют накоплению организма. К мясу тоже у нас своеобразные отношения, потому что в тибетской медицине мясо разделяется на два вида, тоже опять-таки горячего типа и холодного. К горячим сортам относятся говядина, баранина. Мы их рекомендуем пациентам, потому что они не остаются в организме, а очень хорошо и напомогают энергетически для работы. А такие сорта, как свинина, в небольшой степени птица, они, то есть курица или утка, они накапливаются в организме, их продукты, и способствуют, конечно, соответственно, увеличению веса, увеличению массы тела. И, конечно же, старайтесь поддерживать режим сна и бодрствования, то есть, чтобы вы ложились не позднее 11, ну, максимум половины 12 ночи. Старайтесь высыпаться. Если вы не будете высыпаться, то вы, организм вынужден будет компенсировать это за счет других средств. Я вас запишу на следующий сеанс, вы подойдете, и мы продолжим наше лечение.